Всем здарова, на связи я Стриж. БАН БЛИ! Да, мне ютуб кинул страйк за старый трехлетний видос, где я выкладывал сборку еще для покойного проекта Майлен РП. И там была ссылка на скачивание этой сборки через сайт сокращения ссылок. Какой-то школьник, видимо, не смог скачать эту сборку. Видимо, у него сложились какие-то трудности по прохождению скачивания через этот сайт сокращения ссылок. Он обиделся и кинул жалобу на этот видос. Ютуб посчитал это какой-то обнаженный наготой, сексуальный характер и так далее. Короче, мне дали страйк, и я не мог выкладывать неделю видосы. Но удача оказалась на моей стороне, и я смог апеллировать эту жалобу. Короче, каков итог? Теперь я могу снова стримить, снова выкладывать видосики и радовать вас своим калом. Вы же этого все ждете. Ну а в этом видео я покажу, как вступить в банду на Проксима РП. Я для этого специально создал новый аккаунт, прошел все квесты, чтобы получить второй уровень, и покажу, что из этого вышло. Ну а если что, играю я на Проксима РП. Это проект в МТА, это Medium РП сервер. Так что заходите, всех вас жду. Промокод хэштег Стриш. Ну и погнали смотреть данный ролик. Закончив со всеми квестиками, я отправился на район банды Грувстрит, куда я и собираюсь вступать. Если что, это не пример того, как надо вступать, это лишь показываю того, как я вступил в эту банду. Вы же можете вступить в банду любыми другими способами, например, познакомиться с членами банды. И тогда они со временем вас возьмут к себе в тусовочку. Ну пожалуйста, не надо повторять все действия за мной, как я делал в этом видосе, потому что вы рискуете просто получить пулю, вас изобьют, или случится еще чего похуже. Так что не надо. Ну а если что, все действия выполнены профессионалом. Так что не рискуйте повторять, это опасно для вашего здоровья. Приехав на райончик, я уже увидел, что здесь ошиваются копы и члены банды Грувстрит. Я отыгрываю 16-летнего парня, который учится в школе, который верит в бога. В общем, обычный такой темнокожий пацанчик из гетто. На удивление, меня здесь приняли сразу как за своего и пригласили потусить вместе с ребятами у дивана. Где они выпивали, курили, отдыхали и делали все, что им по кайфу. Ну а чуточку позже до меня докопался какой-то темнокожий парень из этой банды. Он начал меня расспрашивать, откуда я, где я живу, какая улица на этой банде, кто здесь живет и так далее. Опять же, как я сказал ранее, я играю обычного темнокожего парня, 16 лет, который учится в школе и даже не шарит за банды. Затем, в ходе словесного конфликта, этот пацанчик схватил меня сильно за нос. Я этого не стерпел и ударил ему с кулака по уху. Он, видимо, на это обиделся и захотел системной драки. Ну а я же этого не хотел, поэтому старался этого избегать и просто бегал от него. И я так бегал от этой обезьянки до одного момента, пока его просто не остановил член банды постарше. Мне указали, чтобы я садился в машину и мы вчетвером куда-то направились. Как позже выяснится, из-за того, что я избил члена банды, мне нужно доказать верность этой улице. И меня, обычного школьника, который вообще ни в чем не виновен, который вообще не хочет проблем, заставили выполнить одну работку. Ну а если бы я ее не сделал, то убили бы моего персонажа, а этого нам не надо, нам все-таки на нем еще нужно будет поиграть. Мы приехали в район вражеской банды, где я и должен выполнить одну работку, а именно убить одного из оппонентов. Мы подъехали все вчетвером вплотную к этим ребятам из банды Балас, попросили гражданского уйти в сторону, чтобы он не пострадал. Ну и когда он ушел на более безопасное место, тут начинается самое веселье. Парни из Балас решили это просто так не оставлять и попытались нас догнать. Но мы смогли дать им отпор и уехать. Машина уже полностью дымилась и надо было найти ее замену или хотя бы починить. Мы сразу отправились в мастерскую, по-быстрому починились и поехали уже обратно на район. Но перед тем, как отправиться на район, меня посвятили в банду. Сказали, что я мужик, я смог выполнить эту работу и теперь могу заслуженно находиться на этих улицах. Мне выдали системный инвайт в банду, выдали второй ранг и теперь я могу принимать участие в движениях банды, заниматься различной грязной работой, которую они будут поручать. И если это видео соберет достаточное количество лайков, то я выложу продолжение игры за этого персонажа и буду показывать его постепенное развитие в этой банды. Ну а на этом я буду заканчивать этот ролик. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел его до конца. Обязательно подпишись, если ты еще не подписан. Играй со мной на Proxima RP, вступай в нашу банду Grow Street. Ну и все подробности имеются в описании под этим видео. А у микрофона был я, Стриж, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok